Наверное, пришла пора мне сказать пару слов. Я же не просто так эту тему затеял. Я тоже некоторое время на эту тему думал. Ну, не то, что у меня нет текста готового указов, но я готов изложить идею, скажем так. Это не гарантия никакая, но я думаю, что это, скажем, рецепт, который можно было бы покумекать, и, скажем так, у него есть шанс. И он не требует никаких репрессивных, скажем, мер. То есть я вообще не собираюсь рассчитывать на пиар какой-то. Ну, какая-то информация понадобится просто потому, что о чем угодно. О любом законе должна быть информация, чтобы люди им пользовались. Если вам назначена льгота, значит, вы должны где-то о ней узнать. Если есть какой-то там, не знаю, новый способ делания чего-то, не знаю, или регистрации чего-то, или что-то еще, то вы должны о нем знать. В этом смысле пиар, конечно, нужен. Но в целом все-таки я бы поборолся для начала по поводу... Наверное, это относится к разделу сверхидей, хотя я бы это так не назвал, конечно. Но в целом, наверное, указ номер один, который я бы издал с завтрашнего утра, я бы переименовал семейный кодекс, ныне действующий просто как... Ну, я бы там пояснил в мотивировочной записке, что просто по недоразумению вот этот вот комплекс законов, который регулирует все ныне живущие там партнерства и бывшие партнерства, он назывался семейным кодексом, но к семье не относился, поскольку не содержал ничего про семью. Поэтому его нужно переименовать, назвать его... Например, я сейчас на вскидку говорю, скажем, назвать его, допустим, там, комплекс... Кодекс гражданского партнерства, например. Я бы его... Тут, в принципе, есть варианты. Вариант первый, вообще-то, было бы их устранить вообще. Но это, наверное, слишком резко так, наверное, не стоит делать. То есть моя программа подразумевает некую постепенность, да, и нужно будет по ситуации подруливать, смотря как чего там пошло и что не пошло. Но первым пунктом я бы переименовал, в общем, все ныне существующие вот эти союзы, сказал бы, ребят, нет, отныне у вас не брак, и это не семья, мы просто отказываемся, то есть для семьи будет отдельное определение введено. Вот, а все, с чем вы живете, оно сохраняется, оно переносится, только меняет название. Называется оно, ну, например, гражданский союз, не более чем. И все, что в нынешнем семейном кодексе есть, я бы почти все оставил, кроме вот вопроса там про там алименты, совместную опеку, это я бы однозначно сразу бы сделал. Вот, типа, что кто хочет продолжать жить вот в этом вот, неважно, бывшим, распавшимся или там ныне имеющимся, живите на здоровье. Вот. Но вторым пунктом, собственно, нужно было бы ввести теперь, а теперь мы вводим семейный кодекс. Совершенно отдельная, в общем, такая параллельная система, которая будет описывать союз совершенно другого типа. Если его в целом описывать крупными мазками, то это должно было бы быть, в общем, ну, так более или менее возврат к тому, чем брак был, скажем, до революции. То есть, скажем, два человека, естественно, нужно барьеры поставить, то есть это не должна быть вещь такая, как, типа, ну, захотел, пошел, заключил. Нет. Это должна быть как прием, почти как прием в партию. Реверанс в сторону Александра Самислава. Почти как прием в партию. То есть, граждане, которые захотят вступить вот в такой вот особенный союз, они должны будут удовлетворять неким критериям. Должны быть входные требования сначала. И они должны быть, ну, по первости, их можно сделать более мягкими. Постепенно, если популярным станет, гайки нужно будет начать закручивать. То есть, никаких нифига, там, любых два человека пошли, брак заключили. Не, не, такого не будет. То есть, исходя именно из того, что мы делаем, как бы, союз нового типа совершенно, то есть, он именно философски иначе устроен. И задача у него не... Мы не ставим задачу облегчить им... То есть, в чем смысл современного брака, как я его понимаю? У него исключительно смысл в том, чтобы делить деньги при разводе. Никакого иного смысла у него нет. Все вот эти вот там девять пунктов, которые называют, когда там эти супруги получают права специальные, которых иначе получить нельзя. Типа право посещения, там, не знаю, право принимать решение об отключении от аппарата искусственного дыхания. Еще вопрос, является ли это плюсом или минусом. Ну, не суть. Там, право ходить на свидание в тюрьму, право не давать показания. Что там еще? Ну, такие вот вещи там можно было бы... Я забыл уже. Я сам лично называл в своей книжке, там, набралось там семь или восемь пунктов. Все, в общем, сравнительно мелкие. Там, наследование, автоматический запись детей, вот это вот там с показаниями, задачи показаний, право проживания, право пенсии по потере кормилица. Ну, очень, короче, ерунда, мишура всякая. Я бы этим людям, всем, которые сейчас живут, я бы им сказал, все эти ваши права сохраняются. Окей, вы как бы на этих условиях вступали в этот союз, поэтому все эти права за вами сохраняются. Но они больше не называются браком, извините. Они называются гражданским союзом, можно их там в пакете прям перечислить, чтобы в отличие от нынешнего брака, да, у вас реально было, когда вы расписываетесь, на что вы согласны, но там в пакете будет написано, что вы согласны на и дальше перечень из этих самых девяти пунктов и все. Вот на что вы, собственно, согласились. И вы в этом союзе, во-первых, можете его снова заключать, если сейчас вдруг захотите, не знаю, зачем, ну, вдруг зачем-то, не знаю, таким единым пакетом дать кому-то доверенность на посещение в тюрьме, на получение наследства льготного, там, на запись детей автоматически и так далее. Если вы захотите, ну, записывайте. Вот. А семья, которая семья, я бы отныне сказал, что семьей является только вот этот союз, который заключен по условиям вот этого семейного кодекса, нового семейного кодекса, можно так его и назвать, новый семейный кодекс. И, в общем, например, одним из ключевых свойств этого семейного кодекса будет, что, господа, союз, в который выступаете, нерасторжим. Его нельзя расторгнуть вообще. Вот. То есть, там будет однозначно прописано прямо, что это союз. То есть, нет такого понятия, как имущество кого-то. У семьи имущество только общее. И у семьи, в отличие от нынешнего семейного кодекса, будет четко прописано, у семьи есть глава. И этот глава – это муж. Тут сразу сейчас будут вопросы. Я тоже над этим ломаю голову. Типа, что если муж, например, умер там, или так далее? Ну, это более узкий вопрос, надо с ними отдельно разбираться. Но в среднем, в среднем, средняя семья такая, настоящая семья, это должна быть… Кстати, говоря, по первости, я бы обязательно делал именно чек на фертильность, обязательно. То есть, я бы не пускал в этот союз людей, которые… То есть, смысл в том, что, по крайней мере, на первом этапе нужно пустить туда только тех людей, которые готовы были действительно бы размножаться, в общем-то. То есть, у них есть планы на то, что мы называем условно-многодетностью. Условно-могодетность – это минимальные критерии, это три. Это минимум абсолютный, который может быть, меньше просто быть не может. Поэтому вот эту вот пару, которая там удовлетворила неким отборочным критериям, которые, в общем, должны быть поначалу, наверное, достаточно такие, ну, такие средние, скажем. Я бы не стал их слишком закручивать, но не стал бы слишком сильно тоже. Эта пара, по-моему, должна автоматически сразу, сразу, то есть, она должна после заключения этого союза переехать в отдельное жилье сразу, мгновенно. Жилье, которое дается им именно как семье. Это семейное жилье, то есть, если они зафакапят, то есть, этот союз может быть потерять свой статус, за него нужно будет как бы бороться, то есть, нужно иметь некие, удовлетворить неким критериям и иметь некий рейтинг. Если ты этот рейтинг проваливаешь или критерии проваливаешь, то этот статус теряешь просто, и ты переходишь в разряд обычного гражданского союза, и все. Со всеми остальными выкрутасами, то есть, теряешь все как бы льготы, которые тебе к этому были положены, но теряешь и как бы, то есть, как бы ни минусов, ни, ни, шутка вижу, да, нынешний СЗ переименовать в ветхий семейный закон. Да нет, его вообще семейным я периодически смотрю и очередь записываю. Сейчас я вижу, возникла очередь желающих высказаться. Я записал, да. Ну, если бы сейчас первый цикл как бы закончу, потом, может быть, продолжу. Смысл в том, что, по крайней мере, на первом этапе сюда должна попасть именно, что молодая фертильная пара без, что называется, ошметков предыдущих гражданских союзов в виде чего бы то ни было, там, в виде детей этих вот оставшихся, там, с элементами, без элементов, то есть, не годится, нет, по крайней мере, на первом этапе точно нет. Что делать со вдовцами и вдовами, потом надо подумать, это отдельная песня, вот. И эта семья должна получать за детей именно, что доход, то есть, вот у этого конкретного союза нужно ввести именно, что структура должна быть такая, что чем больше у вас детей, тем больше денег вы получаете. То есть, ну, уровень-то должен быть примерно такой, что, скажем, ну, во-первых, вообще там работа женщины не должна приветствоваться, я так думаю, в целом, в такой семье. Но понятно, что она, например, не сразу прям хоп и родила, нет, значит, какое-то время она, например, может работать или чем-то учиться, там, не знаю, и так далее. Допустим, когда у нее там один ребенок и, не знаю, большой перерыв, например, почему-то образовался, например, не знаю, по здоровью есть проблема, такое тоже может быть. В общем, как бы работа, она может работать, но это явно будет считаться, в общем, off the code, как говорится, не в коде, не в кодексе. То есть, система будет построена так, что вся система подталкивает, чтобы они минимум троих родили, а желательно больше. И, наверное, последний пункт, который скажу, ну, так сказать, для вступительной части, что я бы вот эту вот, начальную вот эту структуру такую, эксперимент, экспериментальные зоны, я бы сделал в местах таких типа локальных поселений, то есть, что-то вроде вот, вот как стоят за замкадом эти, ну, типа огороженные такие городки, да, там, со своим, знаете, шлагбаумом, забором и так далее. То есть, в перспективе это должен быть некий анклав, у него должна быть, скорее всего, автономная система вот этих вот там, ну, в принципе, у них и нет необходимости ни в яслях, ни в чем, но, в общем, если такая необходимость есть, она должна быть автономная внутри. И в перспективе, конечно, должна быть достаточной популяции, чтобы у них была, например, своя школа отдельная, потому что школа, скорее всего, будет по-другому устроена, в финальном, по крайней мере, варианте. Ой, сколько народу руки подняли, слушайте. Мы тут до завтра. Так, сейчас запишу. Так, и, собственно, да, я бы начал с анклаус такого. В перспективе того, что если он начнет разрастаться, то нужно будет под него передавать окружающие там его, в общем, зоны. Если эта идея не вырастет ни во что, то, ну, просто они смогут там жить как обычно, и все. То есть, это может быть некий такой длительный эксперимент, скажем. Я бы такую программу сделал лет на, ну, как минимум лет на 50 вперед. Это нужно гарантировать абсолютно, что, типа, ребята, вот 50 лет у нас будет эксперимент идти, и мы будем такое делать. Вот. И из этого союза можно будет с легкостью вылететь. Например, то есть, это вам необычный брак, соответственно, типа, например, доказанные случаи измены, которые там привел к чему-нибудь, то есть, дети должны, например, естественно, быть там подтвержденные все и так далее. То есть, в общем, что называется, проба должна быть, на этом союзе должна быть проба стоять, как на золотом слитке. И если оказывается, что там, что называется, гнило, то вот это гнило надо куда-то, в общем, там, давать какое-то там право на исправление, да, на время, а потом куда-то, в общем, если люди неисправимы там или просто, что называется, упали, были, но упали, ну, значит, надо их оттуда удалять и повеселять к остальным там же, где живут все остальные. То есть, грубо говоря, вот эту квартиру, площадь там и доход, они все могут потерять в случае, если они какие-то, провалят какой-нибудь из ключевых критериев вот этого вот семейного союза. И, наверное, я бы сразу это завел изначально им в этот самый, в условии, когда они в такой союз вступают, что у них не будет возможности потом вступить ни в какой другой тип союза. Им это просто будет запрещено. То есть, у них не будет права рождать детей. Да, я забыл один из ключевых моментов, который нужно было сказать в самом начале, что в результате всего вот этого, то есть, в частный случай вот этого вот нового семейного кодекса должно, увы, просто это необходимое следствие, должно получиться различие между законно рожденными и незаконно рожденными детьми. То есть, можно называть это другим словом каким-то. Пусть называется не этим словом, пусть он будет называться, не знаю, там, рожденный в семье, там, не знаю, семейно рожденный, например. Но смысл у него должен быть именно такой, что это был человек, ребенок, рожденный с соблюдением вот этих вот как бы правил. Если он рожден с соблюдением этих правил, у него некий есть там особый статус, между прочим статусом нужно будет внешние признаки сделать, чтобы люди носили, чтобы были статусы, обозначающие там женщину взрослую, мужчину взрослого и ребенка. То есть тот, кто как бы относится к этой особой категории, он должен выделяться внешне, должно быть однозначно понятно, что этот человек особого как бы, ну, то есть он другой, скажем, да, как, примерно, как, не знаю, там, выпускники там Принстона носят какой-нибудь там пин на этом самом, на пиджаке, даже в бизнесе во всех, да, и все всегда друг друга опознают по этому некому пину. Или кроме пина еще там разные варианты, да, то есть должны, это однозначно должно быть видно. Со временем, со временем, это приведет к тому, что эти люди будут будут ну, наверное, в перспективе, если их будет достаточно много, то они должны будут потом это будет появиться критерием отбора на ключевые должности, например, там, по, там, стать судьей, стать, не знаю, там, депутатом и так далее, и так далее. Я в комментариях вижу, говорит, ваше предложение не поможет, не поможет, не поможет, но вот ухудшить демографию. А почему? Я же не предлагаю распространить это в приказном порядке на всех. Вы мою идею, может быть, неправильно поняли. Моя идея, вот это вот анклав первоначальный и отдельный кодекс сделать добровольным, добровольным. Для тех, кто хочет, кто очень любит кричать на всех там, мы там за это самое, за многодетную семью, там, за крепкий брак, вот, пожалуйста, вот сюда. Третье окно слева, пожалуйста. Там у вас сначала собеседование, там потом будет чекап, некий критерий отбора, а потом подумаем. Если вы подойдете, то мы, может, вам дадим. Но если вы, типа, впишетесь в это, то вы вписываетесь на определенных обязательствах. То есть у вас есть права, и у вас есть обязанности. Вы должны соблюдать и то, и то. Если вы фокапите, то вы вылетаете из этой замечательной игры. Как из коммунистической партии, примерно. Ну, на этом пока, наверное, ограничусь. Там, кстати говоря, кто-то в чате писал, я не помню, там всем или нет, я кое-что буду зачитывать в чате про этот, сейчас про зум говорю. Про генетический паспорт. Ну, что-то такое должно быть абсолютно точно. То есть это ребенок должен быть проверенный, то есть он становится ребенком таким, про которого я сейчас говорил, про семью именно настоящую. Он становится не просто так для галочки, а становится потому, что он подтвержден. Да, то есть, грубо говоря, вот в этой структуре, которая называется семьей, понятие «неизвестен отец», оно должно отсутствовать по определению, его просто нету. Если такое даже вдруг происходит, что, типа, вот, например, не знаю, живет-живет семья, в ней родился кто-то, и тест не проходит ни у кого из базы данных. Это можно даже в отдельной базе держать. Это пример незаконно рожденного, и это, ну, факап, такой конкретный факап со стороны вот этой вот новой семьи, с которым нужно отдельно разбираться. То есть это нужно будет, ну, как бы, какие-то меры принимать по этому поводу. То есть такой вопрос, как «неизвестно от кого», он вообще должен быть не существовать в этой системе. Сейчас хороший вопрос задали, там, типа, сейчас написали в чате, типа, «слишко сложное ограничение прав за человеческую ошибку расстрел». Я спросил пример ошибки. То есть надо понять, что за ошибка. Давайте прочитаем, что за пример ошибки. Пример. Мужчина женился после 10 лет совместной жизни, стало невозможно жить вместе с женой. А что значит «стало невозможно жить»? Это что? Что случилось? Я, честно, не понял. Тут нужно, видимо, как-то развить, наверное, тему. Что значит «невозможно жить»? Типа, не сошлись характерами. Ну, как бы, за ценой потери статуса своей вот этой вот семьи они могут разойтись, они должны будут оставить все свои там, потеряют все свои льготы, потеряют статус этой вот семьи и не будут иметь права жениться до конца жизни. Да, именно так. Ну, а как еще, собственно, они перейдут в этот самый, в принципе, в статус этого гражданского союза, но еще и с ограничением в правах, потому что у них останутся вещи, которые они не смогут отменить. Причина, почему это должно быть именно так, потому что любой человек, который будет вступать в этот союз, должен знать, что из него нет заднего хода. Это должны быть знать все. И примеры вот этих вот, ну, факаперов, они должны быть вокруг, это часть системы, она должна так работать. Если она не будет так работать, то у вас ничего не будет работать. Вся уголовный кодекс работает на том, что вы знаете, как людей там, да, хватают, ведут там, да, под руки, там, сажают, потом с подсудимых, а потом с собаками, это самое, Владимирский Централ. Именно это и есть часть системы. Она не для этого сделана, но как бы без таких показательных, как бы, как это называется, разжалований, да, то есть разжалований из этой семьи, как бы, настоящей, да, вот в этот вот, не пойми что, который у нас сегодня. Оно должно быть. И должно быть, в общем, там, без, скажем так, то есть глумиться не надо, камнями закидывать не надо, но, в общем, в то же время, конкретно сказать так, ну, люди факапят, значит, они попрощались с нами. То есть в этом сообществе они больше не состоятся, статуса этого не имеют, и восстановить у них его нет возможности. Кроме как, если не выяснится, что какое-нибудь, например, там, ложное обвинение всплывет, тогда, ну, это отдельные дела, надо будет в суде такие вопросы решать уголовно. Ну, нет, условия у нас изначально не одинаковые, да, например, у вас кому-то, допустим, ребенок родился, там, ему положены некие выплаты. Ребенок не родился, это даже сейчас так, да, он не родился, ему не положены выплаты. Мать-одиночка, тебе положены выплаты. Ты не мать-одиночка, тебе не положены выплаты. То есть у нас, ну, сплошное неравенство в этом смысле, то есть куча статусов, каждый из которых чего-то там влечет, чего-то дает, чего-то отнимает. Так что в этом смысле я разницы не вижу, как бы ты, как бы, вступаешь в другой тип, там, связи, и ты получаешь другие возможности для этого. Но берешь за это, как бы, на себя некие, там, обязательства. Так что тут, в принципе, мы и так. Моя идея состоит в том, что если вот это вот облако, которое начальное, создать в виде нескольких анклавов, то есть, грубо говоря, у каждого региона должен появиться такой анклав некий, в котором вот это вот должно начать существовать. Если удастся его развить, и оно попрет вширь, то есть они должны множиться, то есть больше людей туда будет вступать, они, в свою очередь, будут, собственно, как раз производить детей, других, в общем-то, детей, да, внутри общества. То есть процент из этих детей, которые тоже вступят в такие системы, да, они будут выше, чем в остальном обществе, скорее всего. Но в целом они должны раздуваться, и со временем они должны, как бы, поглотить. То есть их должно стать больше половины, то есть сначала их станет, не знаю, там, они же, они размножаются больше. Если они будут сильнее размножаться, их просто количество будет расти, а количество всех остальных будут убывать, потому что у них ничего не изменится с их рождаемостью. Оно примерно останется на этом уровне. Что там, какие пособия не выплачивай, все так и будет. Все равно. Там в одном месте убыло, в другом прибыло. Все вот так будет, на таком уровне. И это не должна быть религиозная община. Нет. То есть можно, как бы, уже потом начать и делить их внутри, сказать, типа, давайте там у нас религиозники будут жить отдельно. Но я, например, верю, что люди, кроме религиозных взглядов, вполне могут там жить. Собственно, я же не говорю, что это там, например, означает венчание, например. Нет. Это венчание остается сбоку. Хотят люди потом венчаться до, после, вместо. Их дело. Только венчание ничего не несет с точки зрения правовых последствий. А вот эта вот штука несет правовые последствия и ого-го какие последствия. Зачем жить отдельно от социума? Оно как бы не то, чтобы отдельно от социума. Вот смотрите, вы были когда-нибудь, сейчас все, кто здесь сидит, вы же наверняка были вот в этих вот закрытых поселках. Ну, я просто знаю, вокруг Москвы, потому что во многих из них был там. На Ленинградском шоссе там свои поселки. То есть вы съезжаете с шоссе, заезжаете к воротам, въезжаете в городок из таунхаусов, который огорожен стеной. Это прямо сейчас существует, нигде-нибудь там. Есть блатные штуки там где-то в районе Рублевского шоссе, да, ну, не смысле на Рублевском, а в смысле вот, как оно называется, Ангелово или Архангелово. Где-то вот, где-то примерно где Строгино, только за Амкадом практически. Там такое пятно, где людей даже не бывает, что там вообще-то находятся закрыты такие поселки. Как оно называется, Архангелово, что ли, где Ангелово? Ангелово, по-моему. Я там был просто тоже. На Киевском шоссе, чуть-чуть, если буквально, где аэропорт, по-моему, не доезжая, чуть-чуть Внуково, сворачиваете в лес, буквально в какую-то проселочную дорогу, и через там три поворота вы выезжаете к нескольким поселкам. Там называется, как они называются, типа Малая Швейцария, что-то там, что-то такое. Ну, короче, каждый из них – это таунхаус-поселок, такой приличного размера, то есть у него вот этот забор, он огораживает такую нормальную такую территорию. И внутри стоят таунхаусы, где в основном семьи владеют вот либо подъездом, там такая многоуровневая квартира, то есть, например, в каждом таунхаусе, скажем, допустим, три-четыре подъезда, и семья владеет, там, допустим, два полных этажа, не очень большой площади, но такие как бы два полных этажа и мансарду, например. Ну, вот в таком духе. Я к тому, что они и сейчас существуют, просто эту идею нужно развить и стелить их там отдельно. Зачем их нужно отдельно стелить? За тем, что им не нужно смешиваться. Во-первых, они должны получать там жилье бесплатно. В этом весь смысл. То есть, им нужно дать это жилье. Если надо, надо даже ради такого выкупить какой-нибудь у этих самых олигархов, выкупить этот вот поселок, там, один, два, три, сколько надо там, или заставить его построить его на свои деньги, там, не знаю. В общем, можно договориться, я думаю, как говорить с олигархом. И сидите в этот поселок, то есть, грубо говоря, там, молодая семья должна въехать в такой вот таунхаус, где должно быть не менее, чем там, на трех детей рассчитано, и от них будет ожидаться, что там ближайшие, не знаю, там, скажем, пять лет. Ну, в принципе, слово эко-поселение немножко близко к теме, только обычное эко-поселение, пардон, в еменях находится, да? Я в эко-поселениях тоже был. Я знаю, туда обычно очень тяжело доехать, в эко-поселение. И там как раз, типа, вот какие-то около-виссарионовцы живут. А я, нет, я говорю про обычных людей, которые на работу должны ездить. То есть, они должны легко и быстро попадать в город. Хотя вообще стратегия трудоустройства вот этих людей, причем две разных стратегии, трудоустройство женщин и трудоустройство мужчин, должны быть тоже особенными, но это уже более мелкие вопросы, которым нужно отдельно заниматься. Я бы, ну, начал с того, что обязал крупные фирмы иметь какое-то количество таких людей просто в штате иметь. Вот. Возможно, с какого-то количества детей, начиная, может быть, когда, например, допустим, трое, скажем, то уже гарантированно не работает жена. А, допустим, если их еще прибавляется, не знаю, там, надо подумать, какую цифру взять, реалистичную, скажем, а если их семь, то и муж тоже уже не работает, а занимается только детьми. Ну, примерно так должно быть. Ну, может быть, десять, например, нравится вам, чтобы это реально было много детей, чтобы муж не ерундой занимался, а был занят. Пусть будет десять детей. Но когда у вас десять детей, то уже оба родителя не работают, и у них вопрос доставки на работу не стоит. Все. Точка. По поводу удаленки, как бы да, в принципе удаленки, да, но это же вот как раз тот момент, когда нельзя сделать это таким образом, что, например, а только программисты могут такое себе позволить, потому что они должны быть на удаленке. Извините, у нас люди как бы могут быть с точки зрения демографии, перспективные, которые совсем не программисты, а, например, токари, да, и он не может работать на удаленке, этот токарь там, или водитель, допустим, да, и вот это более сложный вопрос. Он должен уметь возможность это делать. Другое дело, что, например, может быть, из программистов можно сделать отдельные, более удаленные, скажем, анклавы, то есть, которые находятся действительно где-то вынесен далеко, потому что им все равно, им единственное, что нужно, чтобы была, это самое, своя больница, своя школа, свой там, не знаю, что-то там еще, и это самое, толстый-толстый интернет-канал, там, два раза зарезервированный. В принципе, на этом, собственно, можно и закончить. Они, ни горючие жечь не будут, ничего там, но, естественно, понадобятся досуговые зоны, там, внутри, либо близко, снаружи, то есть, там, всякие там бассейны, футбольные поля, там, не знаю, спортивные секции, танцполы, бла-бла-бла-бла-бла, все это должно быть, естественно, тоже вот, причем по логике, как раз вот такой вот анклав, где находится школа, и все, что к ней полагается, там, секция, оно должно быть в центре, как бы как ромашка, вот это ядро ромашки, а вокруг как раз эти вот облака, которые, собственно, где жилы, зоны, и как бы все они должны сходиться вот в эту вот, я даже могу порисовать, у меня есть наброски, типа, как бы они могли сходиться, чтобы они могли, средний ребенок мог пешком дойти, гарантированно дойти до школы, важно, не пересекая при этом ни одной дороги, то есть разнести там, но это уже отдельно, это пропланировка там этого массива, я считаю, что машины не должны пересекаться никак вот с, то есть облако, где дети живут, оно огорожено, и нельзя выйти, то есть, грубо говоря, у дома есть, должно быть два входа, дом, как бы внешний выход там, задний, где машина, где гараж там, который выходит на какую-нибудь там дорогу, и шоссе, а внутренняя часть, она должна огораживать внутреннюю зону, и, Максим, конечно, можно, вы руку поднимите, я дам слово, конечно, можно высказать, даже нужно, а то у нас тут уже бензин кончается, да, инфраструктура обязана быть, конечно же, да, садики, по поводу садики вопрос, я бы сказал, скорее нет, чем да, потому что я считаю, что не для того люди, жена сидит дома, чтобы дети ходили в детский сад, вот, честное слово, по крайней мере, не на полный день точно, мы не в этом вся идея, да, этого поселка, не для того, чтобы сдать детей, там, трехмесячных, вот это самое, в Ясли, и не видеть их потом, нет, идея как раз противоположная, дать возможность, чтобы дети были при родителях, а родители при детях, и они большую часть времени находились, то самое, социализация для детей должна быть внутри этого поселения, внутри этого поселения, там должно быть много людей, вы видите, опять же, я говорю, вы были в этом, как это называется, этот поселок-то, блин, я в нем несколько раз был, Бристоль, что ли, Бристоль, по-моему, называется, один из тех, которые вот на этом, на Киевском шоссе, по-моему, Бристоль, называется, вот, например, я был в Бристоле, я был на Ленинградке, там, в гостях тоже, на этой вот, чуть-чуть проезжайте, по-моему, то ли не доезжая поворота на Шереметьево, то ли чуть-чуть за поворотом на Шереметьево, хоп, и там территория закрытая, там дофига народу, социализации у них проблем не будет никаких абсолютно вообще, там дохренища людей, вот. Благодарю, ну, я, в общем-то, согласен, да, единственное, что я думаю, что лучше всего это покажет, именно если дети выросли вот в таком вот, как бы, анклаве, да, то для них это будет естественная вещь, которую они, ну, это то, что они и будут видеть ежедневно, и, между прочим, будут видеть и тех, кто оттуда съехал, потому что перестал удовлетворять, там, не оправдали оказанного вам высокого доверия, да, и те, кто оттуда будут уезжать, это будут как бы, ну, истории, про которые все будут знать, и будут говорить, вот, там, и будут объяснять детям, что вот, там случилось то-то и то-то, и поэтому люди отсюда съехали, и потеряли, и больше они не являются семьей, а называются, вот так вот, те теперь их, даунгрейты сделали. Я бы предложил возможность, я говорю, что когда начальный вот этап будет, собственно, ввода таких анклавов, там, этих очагов семейного заражения, у определенных ЭБ пар, хотя, по большому счету, они не обязаны быть, вот, они не обязаны быть в браке, но и в браке в обычном тоже могут быть. Если они удовлетворяют критериям определенным, то можно будет им предложить опцию, что называется, сконвертировать. То есть, вы можете из вашего нынешнего брака сделать вот тот вот, семью организовать, но, типа, со всеми теми же оговорками, что это дорога в один конец. То есть, и, естественно, туда нельзя приглашать всех подряд. То есть, пардон, совсем не для всех, это только для тех, кто там, у кого там начались уже то, что называется по-английски, как они это называют, миксит фэмилис там, никаких миксит фэмилис там быть не может. Не, не, нахрен, нахрен. Если у вас там ребенок от этого, ребенок от того, там, этот вообще не знает кто, там, брак какой-нибудь по счету, там, не знаю, второй, третий, не, 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 спасибо, конечно. То есть, если у вас обычный союз, там, дети все там проходят проверку, они подтверждены, что это свои, вы там подписываетесь под определенные обязательства тоже, там, что вы вот понимаете, отдаете себе отчет, что вы вот этого, этого, этого сделать больше не сможете. Вы готовы там, в обмен на это, как бы, вас там, вам придадут жилье, у вас будет доход, там, достаточный для более чем, то есть, скромного и более чем скромного проживания, вот, и будут все бытовые условия сделаны. Для семей детей и чиновников. Но, в принципе, если чиновник удовлетворяет этим критериям, а почему бы, собственно, ему там и не жить? Почему нет-то? Я бы наоборот даже, ну, это со временем, естественно, следующий план, то есть, этот самый чиновник должен быть раскидан среди этих же людей, причем не жить анклавами там. А любой такой товарищ должен жить где-нибудь там среди всех остальных. С определенного момента люди, которые, ну, это просто количество должно достигнуть какого-то там критического, не знаю, половины и более населения, тогда можно будет сказать, что, извините, ребята, но у нас на выборы вообще люди из других структур не идут. Ну, в принципе, это, конечно, нет, слово дворянство мне здесь не нравится, потому что дворянство подразумевает, что у вас дворян этих там, ну, один процент или два процента от всего населения, а все остальное, это, значит, как ни по подиже вот. Моя идея именно в том, чтобы это стало со временем подавляющей частью всех, то есть, ну, то есть это, скажем, это будет репродуктивное ядро, которое будет обеспечивать все остальное воспроизводство фактически, потому что среднее число детей в этой штуке должно быть не менее трех. Ну, три – это абсолютный минимум, меньше просто, это несерьезно. То есть, если меньше трех, это нужно будет объяснять, почему. И даже в этом случае, если ты объяснил, почему, все равно это не факт, что ты сможешь как бы остаться в этом, потому что там, например, если там люди будут пойманы за саботажем, там, не знаю, репродуктивной функции, или просто не в состоянии выполнить своих этих обязательств, ну, надо бы как-то это дело, в общем, тоже отражать, не знаю, там, например, даже в этом городке могут быть все-таки разные как бы мини-кварталы внутри, там, там, где живут многодетные, там, где живут, там, одна-двухдетные, там, не знаю, и так далее. Те, у кого уже точно не будет, например, то есть, например, семья ничего не нарушала, как бы, ну, не знаю, там, они, например, ну, просто как пример, потому что такие вещи тоже себе нужно продумывать, что, например, у вас семья потеряла фертильность из-за, например, несчастного случая, вот они, к ним нечему придраться, они там, никто никому не изменял, ничего, ну, например, не знаю, там, попали в аварию, да, и человек потерял возможность рожать детей больше, а у них ребенок, допустим, один, и все, то есть, лишать их этого статуса не за что, абсолютно, да, потому что, если доказано, что это именно, вот там, ну, ЧП, как бы, да, и это не какой-то не самострел, ничего, то как бы вам остается только развести руками, и они смогут жить, мы видим, в каком-то отдельном квартальчике там, потому что у них детей уже число не будет расти больше, да, мы будем знать, что у них вот один, и он навсегда останется один, ну, значит, можно, не знаю, там, квартал отдельный выделить, например, там, внутри этого, надо подумать, как это сделать, в общем, но это сравнительные уже мелочи. Спасибо, ну, я так, навскидку, я бы так, минимальные какую-то задачу я бы поставил по поводу демографии, но вопрос, мы хотим, как бы, продолжать существовать хотя бы на данном количестве, или мы окей, что мы будем плавно убывать вниз, и там у нас число пенсионеров будет расти, а работающих падать, то есть кто их всех будет, собственно, как обслуживать, не только в смысле денег, а кто-то же должен еще физически все это обслуживать, там, инфраструктуру, там, и так далее. Грубо говоря, каждого пенсионера должна, в случае чего, увезти скорая помощь. Скорая помощь – это там водитель, врач, и там еще куча персонала, откуда они должны тоже откуда-то быть, то есть как минимум, ну, то есть задача минимум – это стабилизировать, задача максимум – это как бы вырасти, если мы хотим чего-то, собственно, развивать, например, осваивать территорию. Вот для меня лично, как бы, ну, особенно в сравнении, когда я Германию посмотрел, да, Германия устроена совершенно не так, как у нас вот живут. У нас живут люди, мы живем гиперконцентрированными такими как бы анклавами, тут стоит какой-нибудь анклав там, ну, не знаю, либо, ну, ладно, Москва – это особый случай, но даже если это не Москва, даже если взять, не знаю, Ярославль, грубо говоря, берем Ярославль, стоит Ярославль такой, там, там, миллионник, все дела, или там, Калуга какая-нибудь, вокруг нее пустынные пространства, от которых такой тонкой ниточкой вьется какая-то там извилистая дорога, и она идет к другому анклаву, а между ними просто, ну, в общем-то, безжизненное пространство, а вот в этих анклавах люди друг у друга на голове, там, безумные цены на жилье, которых не купить, ничего. Немецкая структура устроена совершенно иначе, ну, у них тоже есть города, там, такие гиперанклавы, там, ну, их мало, вот, но основная часть населения, у них так называемые штадты, штадты, это маленький населенный пункт, который, как бы, город за городом, а за ним еще один город, и их связывают очень маленькие промежутки таких дорог, там, между ними какая-то там, как правило, ну, сельская местность какая-нибудь, и вот от штата до штата, например, человек из штата вполне спокойно ездит на работу, потому что это езды, допустим, там, 25 минут по нормальной дороге, там, 15 минут, там, если человек подальше живет, штаты очень разные, есть штаты крупные, где, например, может жить, скажем, 30 тысяч человек, есть штаты очень мелкие, где, например, живет 300 человек, но они все, то есть, если там 30 человек, там, конечно, нет своей школы, туда приезжает автобус, там, он забирает детей утром и так далее, если там, допустим, уже 30 тысяч человек, то там, скорее всего, своя школа внутри, ну, по-моему, да, может, я неправильно произношу слово, штат, да, вот этот, типа того, как-то так это называется, типа это, почему правильно я употребляю слово штат, потому что это и не город, и не деревня, и не поселок, это, не знаю, как это назвать, типа, поселок городского типа, только он в Германии, он сравнительно недалеко, и он довольно, может быть, достаточно древний, то есть, там реально стоят, например, дома, которым, я, кроме шуток, у меня были коллеги, которые, он говорил там, я вот сегодня там закончил ипотеку выплачивать, типа, ну, там, расскажи, что там за дом, а выплачивал он ее долго, допустим, там, лет 15 платил, только процент не наш, конечно, у них процент ипотека, там, полтора процента, такие два процента, два, это уже дорого, вот, и он говорит, у меня моему дому 150 лет, вот, я был потом в гостях, там, дом такой вот, то есть, в нем можно снимать кино историческое, там, как вот там, или псевдоисторическое, про Вольфенштейна, там, возвращение в замок Вольфенштейн, вот, как там вот эти деревни, там, изображены прямо в игре, вот, оно такое вот реально все и есть, вот, и, как бы сказать-то, они более размазаны по площади, у них более равномерное распределение, то есть, там достаточно цивилизованное место, там, никакие вам не разваливающиеся дома, никаких гигантских пустующих пространств, то есть, люди ровным условием размазаны, правда, у них все равно низкий уровень рождаемости, вот, но это, так сказать, потому что у них там тоже свои есть причины, но, как бы, степень освоения пространства у них совсем другая, там, они же площадь намного меньше, чем наша, а население там такое же или больше даже, Германия, там, по-моему, сравнимая какая-то цифра с нами, одного порядка, по-моему, это вторая страна в Европе после России, ну, если считать Россию Европой, ну, и, как бы, да, я знаю, что переводится как город, но, как бы, кто там был, понятное дело, что это не особо город, где вы видели город на 300 человек, допустим, с историческими постройками, там, с этими сахарными, этими пряничными домиками, там, и так далее, весь, весь вылизанный с грусчаткой, там, со своей старой какой-нибудь башней, там, с церковью, еще там, бог знает с чем, и весь цветами увешанный, как на Голюнштрассе, короче, как бы город, но, как бы, не город, вот, к чему я про него говорил, ну, про то, что, например, одна из идей была бы освоение пространства, то есть, если бы такой, как бы, мегагород, мегаштат, начал распространяться, то он мог бы докатиться до, там, самых дальних уголков, которых у нас много неосвоенных, вот, является ли это самооценностью, не знаю, но если бы мы хотели, там, не знаю, заниматься производством, там, что-то строить, что-то там, добывать, то есть, хорошо жить, в общем, мне кажется, ну, я говорю, даже минимальная идея, хотя бы стабилизировать, даже, я не предлагаю, как в Японии, да, где у них город, нету границы между городами, типа, один город закончился, начался другой город, настолько плотно они там, все у них стоит, но это Япония, особый случай, что нам с Японии не брать, хотя интересно, какой, в Японии сейчас, наверное, довольно низкий коэффициент рождаемости, пальцем в небо, я думаю, тоже где-нибудь правильно, на 1,2, наверное, но у них свои причины, там, по-другому причине, я вот, что хотел, сам важный момент, который прозвучал, просто прозвучал несколько раз, слово усыновление, отдавая себе отчет, что это важная проблема в нынешней России, то есть, да, у нас большое количество этих детей, что с ними делать, не особо понятно, тем не менее, все-таки, я, как вы помните, в своем плане, предложил, что дети все-таки будут разделяться, да, на статусы, они будут иметь статусы, то есть, ну, условно, он может называться по-другому, но смысл такой, что типа, семейно рожденный, и не семейно рожденный, если ребенок семейно рожденный, вот в этой структуре, но по какой-то причине потерял родителей, по любой причине, по причине, которая не заставила семью потерять статус семьи, важно, что может быть теоретически, если по этой причине семья статус семьи не потеряла, то вероятно, что они должны усыновляться, и усыновляться как раз теми, у кого проблемы с вертильностью возникли, это было бы логично, но дети, которые как бы имеют статус, скажем, вне семейно рожденного, я думаю, что, то есть, как бы, идея такая, что со временем их просто не должно остаться, то есть, нет такого понятия, как детский дом вообще, его не должно быть в перспективе, но пока к этой точке будет общество идти, то детские дома будут существовать, ну, более или менее в том же виде, в каком они есть сейчас, то есть, грубо говоря, у каждого детдомовца там должен быть шанс на то, что у него будет своя семья, да, но, в общем, этот шанс надо понимать небольшой, именно в силу социализации детдомовской, но как бы дорожку туда проложить, естественно, нужно, должна быть такая дорога, то есть, должен быть вариант, что человек вот сам не является там, не вышел из семьи, но сам имеет право на это, один выстрел, да, но это если он как бы вложится в это всей своей жизнью, то у него есть шанс, вот, я думаю, что такое надо дать, вот, ну, как бы, в общем, установлению там должно быть место, но с оговорками, вот так скажу.